6 апреля 1483 года в итальянском городе Урбино появился на свет Рафаэль Санти, великий живописец, график и архитектор эпохи Возрождения. Рафаэлю словно суждено было прославиться на поприще искусства. Его отец Джованни Санти был придворным поэтом и художником герцога Урбинского, так что первые уроки живописи мальчик получил именно от отца, однако осиротев в 12 лет был вынужден продолжить образование в Перудже. Обручение Девы Марии – самая почитаемая работа художника. Она является логическим переходом от манеры живописи школы Перуджина к манере, которая возвысит мастерство Рафаэля и станет вехой в эпохе Великого Возрождения. Свой величайший шедевр – Сикстинскую Мадонну. Рафаэль создал в возрасте 29 лет. Работа продолжалась в течение года с 1512 по 1513 года. Примечательно, что картина была написана мастером единолично, без помощи учеников и подмастерьев, как это часто практиковалось в то время. Мария с младенцем на руках. Ее взгляд позволяет взглянуть в мир ее переживаний. Серьезно и печально тревожно смотрит она куда-то вдаль, как будто предвидя трагическую судьбу сына. Слева от Мадонны изображен Папа Сикст, восторженно созерцающий чудо. Справа – святая Варвара, благоговейно потупившая взор. Внизу – два ангела, глядящие вверх и, как будто возвращающие нас к главному образу – Мадонне и ее недетски задумчивому младенцу. Всего кисти Рафаэля принадлежит 42 живописных изображения Мадонны. Во многих из них читаются черты возлюбленной художника Маргариты Лути, более известной как Форнарино. Картина Мадонна Грандука является самой таинственной работой Рафаэля. Набросок полотна четко обозначает присутствие пейзажа на заднем плане, однако современные исследования показывают, что изначально фон был другим. Рентгеновский снимок и анализ краски подтвердили, что верхний слой был нанесен спустя сто лет после завершения картины в 1505 году. Предположительно, автором переделки был художник Карло Дольче, владелец картины, предпочитавший темные фоны религиозных полотен. Мадонна в кресле – одна из самых красивых картин эпохи Возрождения, изображающих Мадонну с младенцем. Она относится к периоду творческой зрелости мастера и была написана во время его пребывания в Риме. В это время он был занят грандиозной работой – росписью станц в Ватикане. Трудно было бы найти во всей истории искусства более привлекательное разрешение задачи – размещение фигур на круглом поле. Юная мать в одежде римской простолюдинки, маленькие Иоанн Креститель и Христос, связаны воедино круговым обрамлением Тонды. Рафаэль Санти был очень знаменитым живописцем среди своих современников и в 1508 году по просьбе папы Юлия II отправился в Рим для росписи парадных помещений Ватикана. Одной из фресок из станционелла Сантианура является фреска, представляющая философию. Она называется «Афинская школа» и изображает ведущих мыслителей со времен Древней Греции. На восходящих ступенях афинской школы под огромными сводами в центре изображены Платон и Аристотель. Платон указывает на небо, а Аристотель – на землю, связывая воедино небесное и земное пространство. Рафаэль скончался в свой же день рождения в возрасте 37 лет, 6 апреля 1520 года. Пусть жизнь дворца была короткой, несомненно, Рафаэль Санти оставил яркий след в истории мирового искусства, а его творчество до сих пор будоражит умы специалистов из самых разных областей.